Здравствуйте, уважаемые садоводы! Я Елена Бойко, эксперт ландшафтного дизайна. И сегодня мы с вами поговорим о весенней агротехнике хвойных культур. На садовых участках чаще всего выращиваются такие хвойные культуры, как туи, можжевельники, сосны, кедры и елки. Уход за всеми хвойными растениями одинаковые. И сегодня я покажу на примере туи. Чаще всего на садовых участках выращиваются колоновидные формы и шаровидные формы. Первое, что нужно сделать весной, это очистить туи от прошлогодней хвои. Если вы не сделали это осенью, это нужно сделать обязательно весной. Вот это прошлогодняя хвоя. Мы ее убираем. Старую хвою достаточно обтрясать вот таким образом. Она осыпается вниз и потом уже ее снизу мы собираем инструментами всю старую хвою и обязательно ее сжечь, потому что в ней находятся вредители. Следующий шаг это обработать хвойные препаратом-пеноцидом от вредителей. Основным вредителем хвойных является щитовка, поэтому мы обрабатываем обязательно изнутри. На следующий день я рекомендую обязательно обработать хвойные растения стимулятором роста либо антистрессовым препаратом, как ЭПИН. Антистрессовым препаратом мы обрабатываем сверху только по листве. И последнее мероприятие, которое необходимо сделать для хвойных весной, это подкормить удобрениями, в которых должен содержаться обязательно магний. Для этого вы можете взять любое удобрение для хвойных. Самое главное условие, чтобы в нем содержался магний. И еще один совет. Если ваше хвойное растение зимой получило ожог, не беспокойтесь, обработайте его ЭПИНом и оно очень быстро восстановится. У многих садоводов есть опасения, что выращивать на участках хвойные это сложно. Но это не так. Достаточно три года после посадки для адаптации и затем эти хвойные украсит ваш сад. Желаю вам прекрасного вечно зеленого сада и до новых встреч!